Олег Кустов. «Паладины». Книга-эссе о Серебряном веке русской поэзии. Читает автор. Автор с чувством глубокой признательности посвящает эту книгу Наталье Глебовне Пустоветовой. Кто подвиги венчает? Кто защита богам под сенью олимпийских рощ? Что это? Человеческая мощь В поэте, выступившая открыто. Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Предисловие. Интертекст как пространство автокоммуникации 1. Зеркала интертекста. В апреле 1963-го в одном из примечаний к исследованиям пушкинского творчества Анна Андреевна Ахматова говорит о нужной нам прозе, которая может возникнуть из стихов. «Побольше стихов», – провозглашает она, – «поменьше третьего отделения». Стихи, в этой её формулировке, не утрачивая самоценной необходимости, становятся инструментом порождения прозы. Потому что из стихов, – объясняет она, – может возникнуть нужная нам проза, которая вернёт нам стихи обновлёнными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал во всей многопланости пушкинского слова и с сохранением его человеческой интонации. А из третьего отделения, как известно, ничего не может возникнуть. Проза, возникающая из стихов по поводу стихов и обусловленная ими, подобно ряду зеркал, возвращает читателя обратно к стихам, но уже обновлённым контекстом интерпретации, функции и задачи, которые преимущественно технические, не заслонить поэтическое слово, а выявить и сохранить человеческую, субъектную и субъективную интонацию автора, не заглушить его голос обилием комментария, но прислушаться к нему в разноголосом звучании языка и эпохи, не изничтожить смысл навязанным и оттого предвзятым пониманиям, а сделать всё возможное для индуцирования мысли. Этим определяется организация текста, включающего в себя как естественную составляющую стихотворные произведения, так и, в параллель с ними, документальные свидетельства, биографические подробности, воспоминания очевидцев, статьи, рецензии, публицистические очерки, декларации, правительственные решения, словом, всё, вплоть до художественной прозы и философских трактатов, что позволяет поместить автора и его творческую жизнь в самый широкий контекст интерпретации. Читатель таким образом получает возможность самостоятельного построения интертекстуального пространства своего понимания, в котором, как в зеркалах, путём соотнесения помысленного с пережитым, сказанного со сделанным, поэтического с прозаическим, с событиями, нативами и результатами действий исторического и индивидуального плана, «слово, оживая, обретает свой голос». Это означает, что каждый раз при следовании интертекстуальной техники прочтения герминефтический круг обогащается новым содержанием, происходит приращение смысла, стихи возвращаются как бы увиденными в ряде волшебных зеркал, говорящими от имени ни одного только автора и, потому, обновлёнными. «Этот диалог всегда будет рискованным, но никогда не станет безнадёжным», – описывает способ изучения эстетики средневекового прошлого Сергей Аверинцев . Этот диалог читателя, провиденциального собеседника по Осипу Мандельштаму с автором, всегда подвержен многочисленным рискам, обусловленным субъективностью читателя в потомстве, миром его проб и ошибок, опытом, предмнением и предрассудком в том смысле, как употребляли эти категории Мартин Хайдегер и Ганс Георг Гаддемер, означая «заданное традицией предпонимание» . Кроме того, не исключены заблуждения, вызванные подменной способом осмысления художественного произведения, подменной смысла субъективным переживанием, пониманием пересказом, рефлексивного осмысления гипостазированием предметом понимания, а также подменной последовательно проведенной рефлексивной объективации единичным актом рефлексии . Однако у нас есть инструменты освоения. При известной читательской добросовестности все эти трудности и недоразумения преодолимы и не могут перекрыть горизонты понимания, задаваемые стихотворным текстом, поскольку сама возможность интерпретации художественного слова открывается только если поставить его в ряд других текстов – более ранних, поздних или даже будущих, сопоставить с ними и таким образом превратить времени инвесценцию, цитату, аллюзию, символ, метафору, в общем случае – в тропе. Это, опять же, не означает, что смысл художественного установлен окончательно и навсегда, а стихотворение прочтено и забыто. Хотя и для самого автора, и для читателя в потомстве бывает важно осилить творческим разумом лёгкий доселе неслышанный звон. Вот он возник и с холодным вниманием «Жду, чтоб понять, закрепить и убить» – Александр Блок – художник. К счастью, ни авторитетный читатель из когорты критиков, ни автор не могут замкнуть стихотворный текст в холодную клетку исчерпывающей интерпретации. Поэты, как правило, отказываются объяснять или пояснять написанное. Ежи писах – писах. Полагая, что текст сам по себе содержит всё необходимое для своего понимания, а любые иные дискурсы – излишни. До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях поэмы «Везгероя», и кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять её я не буду. Ежи писах – писах. Анна Ахматова Текст стихотворения – единственное, что несомненно, на чём основано понимание, при этом вариативность текста, которая почти всегда неизбежна в литературном творчестве, только усиливает впечатление многопланности художественного слова. Так, одно и то же начало стихотворения у Осипа Мандельштама впоследствии получало разное развитие и порождало ряд независимых друг от друга поэтических произведений, перекличка которых не безинтересна, но вовсе не обязательно для понимания каждого из них в отдельности. Если прозаик, полагает Жан-Пуль Сартер, вырывает из себя слово и кидает его в гущу мира, то поэту оно возвращает, подобно зеркалу, его собственное изображение. «Стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность», – заключает Максимилиан Волошин . Стальной тяжёлой клеткой называет стихотворное произведение Александр Блок . Клетка, сравнивает поэт, как золотая в вечернем огне – это роскошная клетка для лёгкой, доброй, свободной и весёлой птицы, хотевшей смерть унести, летевшей душу спасти. Птица в клетке качает обруч, поёт на окне – образ смысла, отворяемого текстом, образ поэзии, оберегаемой художественным словом. «Каждая мысль заранее обуславливает свою форму – поэтическую, прозаическую, живописную или музыкальную», – замечает Николай Степанович Гумилёв. Иначе она не мысль, а недомыслие. «Поэзия несёт в России службу мысли вернее, чем философия», – даёт оценку Владимир Бибихин. «По литературе мы узнаём, что с нами происходит. Она называет наше место в мире и определяет будущее. Она надёжный инструмент узнавания себя» Владимир Бибихин. Владимир Бибихин из «Жизни русского слова». Работу, направленную на понимание текста, ситуацию диалога с автором и его текстом он описывает в курсе лекции 1989 года. У нас есть инструменты освоения, например, интерпретация. По-гречески мы не понимаем Гераклита, когда переводим на русский, вроде бы начинаем понимать, но по-настоящему опять не понимаем. Тогда привлекается более специальное средство освоения знания исторической философской терминологии. Последнего понимания опять не получается. Кто-то введёт в действие более изощрённый инструмент, примерит Гераклиту сильный ключ первой интуиции, скажет, что у него всё определялось переживанием космоса как громадного живого разумного тела, и на этот его первичный опыт надо пересчитывать отдельные мысли философа. Кто-то другой применит средство ещё утончённее, так называемое «вчувствование» – настоящую отмычку, которая по мере надобности перелаживается к устройству замка. Всё мало. Гераклит уходит и от ключа, и отмычки в своём «кегорисменон». Оно другое, безусловное, безотносительное, к чему бы то ни было. Тогда мы бросаем в понимание самих себя. Сами себе мы ещё не известны, сами себя не понимаем до конца, мы отдаём пониманию самих себя вместе с этой своей бездонностью. Владимир Бибихин. Язык философии. Смысл существует в понимании. Понимание – диалогичное. Текст, выполняющий функцию авторского сообщения читателю, превращается в отдельное большое осмысленное слово. Целостный и нерасчленимый смысл текста, однако, не может быть извлечён из семиотической структуры без игровых взаимоотношений как между элементами текста, так и между самим текстом и контекстом традиции, в которой текст может быть прочтён и понят. Текст неминуемо поглощается контекстом и тем самым превращается в интертекст. Роланд Барт объясняет это превращение языковой природой текста. Каждый текст является интертекстом. Другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах. Тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияния. Она представляет собой общее поле анонимных форм, происхождение которых редко можно обнаружить без сознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек. Роланд Барт Смысл, таким образом, не может быть не распят традицией понимания. И, конечно же, в поэме без героя Анны Андреевны Ахматовой, как и в подавляющем большинстве художественных текстов, находят и будут находить третьи, седьмые и двадцать девятые смыслы, содержащиеся не столько в тексте поэмы, сколько в традиции понимания. Всё потому, что текст, как это точно определяет Юрий Михайлович Лотман, представляет собой «устройство, образованное как система разнородных семиотических пространств, в континууме которых циркулирует некоторое исходное сообщение» . Этим исходным сообщением может быть и стихотворный текст. И тогда он предстаёт перед нами не как манифестация какого-либо одного языка. Для его образования требуется как минимум два языка. Но, может быть, предполагает Анна Андреевна Ахматова, поэзия сама одна великолепная цитата. Никакой художественный текст, взятый с точки зрения комментария для неподготовленного читателя, не может быть адекватно описан одним только языком его автора . Или исключительно на языке современном читателю. В первом случае смысл текста, скорее всего, окажется ещё более затемнён, как фрагменты сочинений Гераклита, во втором – искажён в угоду читательской нерадивости. Наличие же как минимум двух языков, двух культурных кодов, вступающих в диалог и налаживающих между собой со-общение, предполагает такое соотношение семиотических структур, какое есть нечто иное, как языковая, смысловая «игра», предполагающая выход за пределы литературы в пространство рефлексивного осмысления текста в жизненном опыте и человеческой деятельности. Языковая игра текста с контекстом культуры принимает риторические и стилистические формы, в которых систематически организованные рефлексивные акты порождают семантические тропы, составляющие суть творческого мышления вообще. Тропы – метафоры, метонемии, синагдохи – рождаются на стыке двух языков и включают в себя элементы иррациональности и гиперрационализма. Иррациональность обусловлена эквивалентностью заведомо неэквивалентных, взаимно несопоставимых значимых текстовых элементов, между которыми в рамках какого-либо контекста троп устанавливает смысловые отношения. Гиперрационализм связан с тем, что в текст риторической фигуры непосредственно включены сознательные конструкции. В диалоге таким образом конструируются смыслы большой сложности, которые непереводимы и которым тесно в пределах одного языка, в силу чего риторика выступает как механизм порождения смыслов. Возникающая при этом в тексте смысловая игра, скольжение между структурными упорядоченностями разного рода придаёт тексту большие смысловые возможности, чем те, которыми располагает любой язык, взятый в отдельности. Следовательно, текст во второй своей функции является не пассивным вместилищем носителем извне вложенного в него содержания, а генератором. Сущность же процесса генерации не только в развертывании, но и в значительной мере во взаимодействии структур. Их взаимодействие в замкнутом мире текста становится активным фактором культуры как работающей семиотической системы. Текст этого типа всегда богаче любого отдельного языка, и не может быть из него автоматически вычислен. Текст – семиотическое пространство, в котором взаимодействуют, интерферируют и иерархически самоорганизуются языки. Юрий Михайлович Лотман. Текст в тексте Это смыслопорождающее действие, производимое текстом в сознании познающего субъекта, индуцирование мысли в диалоге с провиденциальным собеседником Юлия Крестева и определяет в 1967 году как «интертекстуальность». Мы называем «интертекстуальностью» эту текстуальную интеракцию, которая происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность – это понятие, которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в неё. Конец цитаты. 2. Узнавание меня другого из меня данного Жан-Поль Сартер полагает, что кризис языка начала XX века был кризисом поэтическим. Независимо от его социальных и исторических причин, он проявился приступами обезличенности писателя перед лицом слов. Писатель не мог теперь использовать слова. Следуя пресловутой формуле Бергсона, признавал их только наполовину. Он приближался к ним с очень плодотворным чувством чуждости. Они уже не принадлежали ему, не были им. Но в этих посторонних зеркалах можно было увидеть небо, землю, его собственную жизнь. Наконец, они превращались в вещи. Сами вещи или, вернее, чёрной сутью вещей. Когда поэт объединяет в один несколько таких микрокосмосов, с ним происходит то же, что с художником, когда тот перемешивает краски на холсте. Можно подумать, что он собирает фразу, но это не так. На самом деле он создаёт объект. Слова-вещи объединяются через магические ассоциации соответствия и несоответствия, подобно цветам и звукам. Они притягивают и отталкивают друг друга. Они сжигают себя. Их объединение является настоящим поэтическим единством, которое есть фраза-объект. Гораздо чаще поэт сначала формирует в уме схему фразы, а слова находятся потом. Эта схема совсем не то, что обычно понимается подсловесной схемой. Она не создаёт конструкцию значения, а просто приближается к творческому замыслу, через который Пикассо ощущает в пространстве, ещё не взявшись за кисть, очертание той вещи, которая будет клоуном или орлетином. Жан-Поль Сартер «Что такое литература» Собственно говоря, нет ничего удивительного в том, что в системе коммуникации «я-другой» происходит приращение смысла, когда место другого занимает реальный собеседник. Непосредственный при разговоре вживую, дальний, провиденциальный, тайный, неведомый при общении опосредованным текстом. В одном случае нередко что общение плодотворно для обоих собеседников, в другом система коммуникации становится односторонней . И в интертекстуальную игру с художественным произведением тайному дальнему другу автора, а именно таковым, по мнению Фёдора Сологуба, является читатель, приходится вступать в одиночку. Но и тогда не исключено, что прочтение окажется плодотворным для обеих сторон. Читатель откроет для себя что-то новое, а это, в свою очередь, может быть новой интерпретацией, обновлённым прочтением произведения. Такой читатель есть и будет всегда. Именно благодаря ему существует литература и искусство, появляется новое, меняется культурный код. Именно его боится посредственность, претендующая на место в искусстве, литературе, философии, жадно держащиеся насиженных мест. Боится именно потому, что «наш век на земле быстротечен, и тесен назначенный круг, а он неизменен и вечен, поэта неведомый друг». Анна Ахматова, читатель Вместе с тем гораздо удивительнее механизмы, когда интерптекст по мере своего возникновения изменяет самого автора. «Ты весь огонь!» – обращается к этому самому себе Иннокентий Фёдорович Анинский. «И за костром ты чист, и бог ты там, где я лишь моралист, ненужный гость, неловок и невнятен» . В пространстве автокоммуникации «я, я» – то место, которое Иннокентий Фёдорович Анинский означает «за костром», есть проекция работы читателя, направленной на понимание текста. Каким образом читатель проецирует смысловое содержание на свой жизненный опыт, в какие отношения вступают его индивидуальные речевые возможности – его язык – с языком автора. Каким образом организуется, читается троп – всё это и есть интерпретация художественного слова. Автор оставил единственный шанс беседы с ним посредством чтения его произведений. И любые комментарии и рекомендации, как и что понимать, не более чем истолкования. У читателя же нет другого шанса их понимания, кроме как соотнести написанное с тем, что пережил сам, художественное с известным ему по опыту. В сопоставлении авторской речи со своим языком провиденциальный собеседник реализует функцию провидения. Он наделяет субъективность изложенного своей собственной субъективностью, тем самым оживляя слово и делая его современным. Преображение, которому необходимо случиться с текстом, чтобы пережить своего автора. И тогда писатель окажется в новой ситуации и описывает последствия освобождения литературы от диктата посредственностей французский философ. Он будет общаться в темноте с людьми, которых не знает. Он до этого с ними никогда не говорил, но, может быть, лгал им. Теперь его голос будет служить их гневу и заботам. Через него люди, никогда не видевшие себя ни в одном зеркале, привыкшие улыбаться и плакать вслепую, не видя своего отражения, вдруг окажутся перед своим изображением. Кто сможет сказать, что литература при этом что-то потеряет? Мне кажется, что она только выиграет. Целые числа и дроби, когда-то бывшие всей арифметикой, сегодня составляют только малый раздел математики. Что же происходит, когда место провиденциального собеседника занимает автор интертекста, возникающего из стихов по поводу стихов и призванного ими? В известном смысле, интерпретатор претендует быть тенью поэта или хотя бы другим поэтом, с душой подвижней моря, который узнал, понял и полюбил эту тень. Как знать, предполагает Иннокентий Фёдорович Анинский, полюбит и узнает, и поймёт, и, увидав, что тень проснулась, дышит, благословит нему её полёт среди людей, которые не слышат. Иннокентий Анинский Другому Голос поэта говорит читателю – это ты. Зов бытия – он и есть то узнавание, с которым отождествляет герминевтику Ганс Георг Гадемер и о котором древнеиндийская формула – это ты. «Нет в мире разных душ и времени в нём нет», – в момент узнавания восклицает поэт. Иван Бунин. В горах. В курсе лекций, прочитанных на философском факультете МГУ, Владимир Вениаминович Бибихин эксплицирует эту формулу. «То, во что вглядываешься, чем захвачен, ты сам и есть. Всё настоящее в искусстве, в мысли, обладает доверительной интимностью и узнаётся как своё. В такое узнавание я бросаю себя ещё и в том смысле, что с собой расстаюсь. Доверительная интимность, какой у нас трогает произведение искусства, есть вместе с тем загадочным образом сотрясения и крушения привычного. Оно не только открывает среди радостного и грозного ужаса, старую истину – это ты. Оно ещё и говорит нам – ты должен изменить свою жизнь. Я узнаю себя в чужой поэзии и мысли. Как куколка могла бы узнать себя в бабочке. Но это же я на самом деле и есть. Это мои ночные видения, страхи и догадки, в которых себе самому страшно признаться, предчувствия, которым я сам ещё не решился довериться, чтобы не показаться смешным, нелепым, далёким от реальности. Я узнаю себя в другом, не каким себя знаю, а каким себя ещё не видал. Узнаю там себя непривычного, а другого. Я сам оказываюсь другой. Я смог узнать себя другого в другом, потому что мне что-то шепнуло «Тат вам Аси» – это и есть ты. Я себя отныне оставляю. Другому мне показали меня, что я другой. «Тат вам Аси» – не тождество, а неравенство меня себе самому, или неравенство того другого, которого я думал, что знаю, ему же, которого я теперь узнал. Владимир Бибихин Язык философии Поиски другого, который «Тат вам Аси» – это ты, могут длиться всю жизнь и предполагают встречи совершенно разными, далёкими друг от друга отражениями. Так Борис Бугаев в поисках самого себя стал Андреем Белым, прошедшим последовательно, а временами и с наложением одного увлечения узнавания на другое, школу старших символистов, кружок аргонавтов, дружбу с Александром Блоком и влюблённость в вечную женственность, мистицизм и теософские студии Рудольфа Штайнера, про-большевистский проект советского Пушкина в своём лице. И, конечно же, живой, как есть, поэт ни с кем не совпал и не был отождествлён так, чтобы навсегда. «Мы меняем души, не тела» – обозначает пути движения Николай Степанович Гумилёв. Интертекст, преследующий цель увидеть стихотворение, как бы в ряде волшебных зеркал, во всей многопланности художественного слова и сохранением его человеческой интонации, казалось бы, должен организовываться в соответствии с традицией интерпретации литературного творчества автора. Но что, если традиция однобока и узка, как колея, в которую по идеологическим или каким-то иным вполне прозаическим причинам загнали автора и его наследие? Что, если в этой традиции, при соблюдении парадных признаков гуманитарной науки, за деревьями не видят леса? Что, если сама традиция понимания со своей философией изжили себя с появлением авторских текстов? Как быть, когда таких «если» набирается достаточное количество для деконструкции предшествующих интерпретаций? В подобной ситуации не обязательно становиться последователям Мартина Хайдегера или Жака Дорида, чтобы признать, насколько иллюзорными могут быть незыблемые конструкции настоящего и насколько реальны, подвижны и в своей определённости художественные тексты. Не потому ли, что родина творчества – будущее? «Мы знаем, что всё тленно, и лишь изменчивость неизменна», – соглашается с Велимиром Хлебниковым Михаил Кузьмин. Это согласие, невозможное при жизни в силу личных причин, отражается в пространстве интертекста, организуемого усилием понимания. Кантовская необходимость всеобщего согласия, мыслимое обсуждение о прекрасном на тех же основаниях может быть отнесено и к интертексту, как явлению эстетическому, самоорганизация которого обусловлена творческим побуждением к интерпретации, чувствам и мыслью, индуцированными стихами. «Душа – не речь. Преисполненное чувство есть величайшее совершенство. В речи, в поэзии, в общественной жизни такая душа бывает не всегда, но она – конечная цель», – свидетельствует немецкий просветитель. Иммануэль Кант – наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного. «Культура не спасает ничего и никого, и не оправдывает», вспоминает своё детство экзистенциалист. «Но она – творение человека. Он себя обращает в неё, видит в ней себя. Только в этом критическом зеркале может увидеть он свой облик». Жан-Поль Сартер Слова Интертекст – ряд волшебных зеркал, в анфиладе которых небольшая деталь вырастает в обобщении крупного плана, а раздутые в первом приближении факты теряются во всё менее существенной глубине взаимно уничтожающих переосмыслений. «Есенинщина» – клеймит Николай Иванович Бухарин в 1927-м. – это отвратительная, напудренная, нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого ещё более гнусная злые заметки. На проработочных диспутах обличаются тайные есенинцы, кто прячет книжки его стихов в нехитром скарбе своём. И вместе с книжками дегенераты изгоняются из здоровых трудовых коллективов, не знающих поэзии иной, кроме частушек Демьяна Бедного и песней Максима Горького. Оправдание кулацкого поэта после кончины «Отца народов», пляски критики вокруг и около обильно смоченной пьяными слезами матерщины, замкнутый круг советского литератороведения. Всё это представляется совершенно несущественным в зеркалах интертекста, извлекающего из столетней глубины творчества поэта золотой бревенчатой избы драматически осознанную проблему наступления машинной техники, причём осознанную в цивилизационном масштабе с проницательностью и остротой ни много ни мало ахайдегерианской. Чтобы убедиться в этом, необходимо поставить в параллель два ряда текстов – поэтический Сергея Есенина, поэма «Сорокаус» и философский Мартина Хайдегера, беседа с сотрудниками журнала «Шпигель». Всё прекрасно работает. Строится всё больше электростанций, производится много полезных вещей. Высокоразвитой части земного шара человек хорошо обеспечен. Мы живём зажиточной жизнью, чего здесь, собственно, не хватает. Всё работает. Жутко как раз то, что всё работает. И эта работа ведёт к тому, что всё ещё больше начинает работать и что техника всё больше отрывает человека от Земли и лишает его корней. Я не знаю, испугались ли вы. Я, во всяком случае, испугался, когда недавно смотрел фотоснимки Земли, сделанные с Луны. Нам даже не нужно атомной бомбы. Искоренение человека налицо. У нас теперь сохранились лишь чисто технические отношения. То, где человек живёт теперь – это уже не Земля. Беседа сотрудников журнала «Шпигель», «Аукштайна» и «Вольфа» с Мартином Хайдегером 23 сентября 1966 г. Такой подход нисколько не умаляет творчество Сергея Александровича Есенина как лирического поэта. Принимает ли его творчество за нагло раскрашенную российскую матерщину по Бухарину или за голос очищающейся скорби по В. П. Остафьеву. Всякий интерпретатор глядится в зеркала непревзойдённой культуры. В то же время, если читатель желает превзойти навязанное традицией понимания, зеркала осмысления требуют взгляда со стороны, иного угла зрения, подхода, построения. Не исключено, что в некоторых случаях, таких как глухое непонимание Лев Николаевич Толстой об Игоре Северянине, предвзятое толкование Николай Иванович Бухарин о Сергея Александровича Есенине, одностороннее видение Александра Александрович Блок о Николае Степановиче Гумилёве без божества, без вдохновения – это просто должны быть другие зеркала. Так, параллели разных текстуальных рядов оказываются не бесполезны, когда экзистенциалистский манифест Жанна Поля Сартра вступает в перекличку с пятистопными ямбами Николая Гумилёва. Поэзы Игоря Северянина отражаются в океане соляриса Станислава Лема, а редки Александра Вертинского играют вариации на басах монодологии Готфрида Лейгница. А по доскам судьбы Велимира Хлебникова протекает множественное время Ильи Романовича Пригожина. Выпускная работа Льва Семёновича Выгодского «Трагедия Агамники» принца датского Ильиа Шекспира – гиперрационалистический комментарий к жизненному пути Бориса Леонидовича Пастернака, благодаря риторическим и стилистическим фигурам которого в личности и мотивах поведения самого поэта обнаруживается многое из того, что прозвучало как в его стихах и прозе, так и в переводах. Подобные культурные совпадения и отражения – скорее исключения, чем правила интерпретации, хотя и они, конечно, совсем не случайны. Эти не случайные совпадения и отражения не могут не бросаться в глаза самим литераторам, для которых они становятся подчас литвом фатума, рока, гибели. Юрий Михайлович Лотман обращает внимание. Литературным адекватом мотива зеркала является тема двойника. Подобно тому, как «Зазеркалье» это странная модель обыденного мира, двойник – остраненное отражение персонажа. Изменяя по законам зеркального отражения образ персонажа, двойник представляет собой сочетание черт, позволяющих увидеть их инвариантную основу и сдвигов. Замена симметрии правого-левого может получать исключительно широкую интерпретацию самого различного свойства – мертвец – двойник живого, несущий – сущего, безобразный – прекрасного, преступный – святого, ничтожный – великого и т.д. Что создаёт поле широких возможностей для художественного моделирования? Знаковая природа художественного текста двойственна в своей основе. С одной стороны, текст притворяется самой реальностью, прикидывается имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью среди вещей реального мира. С другой стороны, он постоянно напоминает, что он – чьё-то создание и нечто значит. В этом двойном освещении возникает игра в семантическом поле «реальность-фикция», которую Пушкин выразил словами «над вымыслом слезами обольюсь». Риторическое соединение вещей и знаков вещей – калаш в едином текстовом целом – порождает двойной эффект, подчёркивая одновременно и условность условного, и его, безусловную, подлинность. В функции вещей – реалий, взятых из внешнего мира, а не созданных рукой автора текста – могут выступать документы, тексты, подлинность которых в данном культурном контексте не берётся под сомнение. Таковы, например, врезки в художественную киноленту хроникальных кадров или тот же приём, использованный Пушкиным, который вклеил в Дубровского обширное подлинное судебное дело XVIII века, изменив лишь собственные имена. Более сложны случаи, когда признак подлинности не вытекает из собственной природы субтекста, или даже противоречит ей, и вопреки этому в риторическом целом текста именно этому субтексту приписывается функция подлинной реальности. Юрий Михайлович Лотман В широком смысле зеркалом или субтекстом может выступать любой нарратив, способный репрезентировать художественное слово – от научной монографии и биографического исследования до критических заметок и воспоминаний современников. И пусть эти зеркала не однажды искажают и затеняют свой предмет, важен сам угол зрения, под которым это происходит. Важен способ преломления понимания художественного в контексте личного знакомства с поэтом. Так, в «Бессмертной» трилогии Анатолий Борисович Мариенгов на разный лад повторяет одну и ту же мысль о том, до чего же Сергей Александрович Есенин – литературный человек. По большому хорошему счёту литературный, – настаивает он вопреки устоявшемуся мнению о деревенском пастушке, играющем на дуленьке. «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги». Это свидетельство о литературности поэта Самородко позволяет комментарию избежать классово предвзятого толкования творчества Сергея Есенина, в котором, как цирковые лошади, по кругу движется советская литературоведение. «А каждый читатель как тайна, как в землю закопанный клад», – полагает Анна Андреевна Ахматова. «Об откровении – это ты, без которого не было бы никакой возможности вычислить из меня данного, меня другого», Владимир Вениаминович Бибихин делает вывод. Требуется изменение света и изменение зрения. Доказательств тут не может быть, но свет, дающий мне увидеть себя в другом – проникновение прозрачности логики или расчёта. Я понимаю другого, как себя, и вижу себя другим не потому, что другой на меня похож или мы с ним близки по интересам. Аналекты Конфуция начинаются словами. «Разве не удовольствие узнавать, учиться, с неотступным упорством и прилежанием? Разве не прекрасно иметь друзей, приходящих из дальних пределов?» Здесь говорится об узнавании себя в другом далёком. Аристотель Конфуция в большой этике поясняет – сами себя из себя мы не можем увидеть. И что сами себя не можем, ясно из того, в чём мы осуждаем других, не замечая, что сами делаем то же. И вот, как, желая увидеть собственное лицо, мы видим его, глянув в зеркало, так, пожелав узнать сами себя, мы можем узнать, глядя на друга. Друг, как мы говорим, другой я. Этерос эго – язык философии. И сколько там сумрака ночи, И тени, и сколько прохлад, Там тени, знакомые очи, До света со мной говорят, За что-то меня упрекают И в чём-то согласны со мной, Так исповедь льётся немая Беседы блаженнейшей зной. Анна Ахматова, читатель Третье. От герменевтики текста герменевтики социального действия Можно с уверенностью сказать, что в системе автокоммуникации интерпретатор занят не столько исследованием художественного творчества, сколько своим его пониманием. То есть занят по преимуществу самим собой и своим провиденциальным собеседником. Его критика первоисточника ближе к семиотике и философии, чем к какому-либо из способов интерпретаций, принятых в гуманитарной науке, будь это история, филология или литературоведение. Интертекст, как он есть, как пространство автокоммуникации с параллелями текстов, историческими экскурсами, философскими обобщениями, цитатами, аллюзиями, тропами и риторическими фигурами, словом, всей совокупностью языковых игр, которые посвящены автору и его дальний друг. Это открытый диалог, не завершённый в силу неисчерпаемости интерпретации, развернутый комментарий к содержанию собственной субъективности. «Пусть только бы в круженье бытия, – опасается Иннокентий Фёдорович Анинский, – не вышло так, что этот дух, влюблённый мой брат и маг, не оказался я в ничтожестве слегка лишь подновлённым». Таким образом, автор интертекста интерпретирует самого себя. В интертексте всегда есть всеобщий ребёнок, растущий по мере повествования, и этот ребёнок – интерпретатор. Его истолкование художественного или поэтического – это понимание самого себя в контексте истории и общественных отношений, позволяющих проецировать понимание самого себя на объективные семиотические структуры. «Я узнаю себя в другом такого, каким себя не знал, пока некий голос не сказал мне – это ты», – свидетельствует Владимир Бибихин. «Голос не мой, но я его признаю больше, чем своим. Он мой Оракул, угадывающий, что я есть. Тот настоящий, другой». На храме бога Аполлона в Дельфах, где с давних времён люди получали Оракулы, было написано «Гноси савтом». То, как обычно переводится это повелительное наклонение, больше заслоняет, чем раскрывает его полный смысл. «Узнай себя», – велит. «Не думай, что то, что тебе будет показано, тебя не касается. Самое, казалось бы, на тебя не похожее – это ты и есть». Язык философии «Я понемногу узнавал себя», – рассказывает о себе Жан-Поль Цартер. «Это было почти ничто. Самое большее, деятельность – без смысла, но и этого было достаточно. Я выскальзывал из комедии. Я ещё не трудился, но уже не играл. Брун узнавал свою истину, оттачивая собственное враньё. Меня создали мои писания. До них была только игра зеркал. Сочинив первый роман, я осознавал, что в зеркальном дворце есть ребёнок. Когда я писал, я был, я выскальзывал из объятий взрослых. Но я жил только для того, чтобы писать. И если я говорил «я», это означало «я, который пишу». Как бы там ни было, я узнал радость. Всеобщий ребёнок. Я устраивал себе личные свидания». Максимилиан Александрович Волошин описывает это узнавание себя, как превращение из подмастерья словесного святого ремесла в мастера. «Так, высвобождаясь от власти малого, беспамятного я, увидишь ты, что все явления – знаки, по которым ты вспоминаешь самого себя, и волокно за волокном сбираешь ткань духа своего, разодранного миром». Максимилиан Волошин. Подмастерье. Может ли самопонимание автора интертекста быть ценным для интерпретации стихотворного произведения и, шире, художественного творчества, литературы? Не является ли всякое авторское, ребяче, прочтение односторонним или предвзятым? Не подменяет ли автор интертекста своей интерпретацией объективное содержание художественного слова и не навязывает ли тем самым свою субъективность? На деле предсказать все возможности превращений смысла интертекста, навязать или задать одну из них в учерк другим, ни в состоянии ни автор, ни критик, ни даже сам поэт или философ, творением которого индуцирована мысль интертекста. Всё от того, что смысл интертекста – это та же загадка красоты, данная, заданная, загаданная переживанием целесообразного бесцели в классической литературе XVIII-XIX веков. Становление интертекста как художественного произведения тоже должно привести к возникновению прекрасной гармонической формы целесообразного бесцели, где в единичном представлено общее, а в явлении – сущность. Красота есть форма целесообразности предмета, воспринимаемая в нём без представления о цели. Эммануил Кант Критика способности суждения И хотя автор интертекста не может не преследовать некую свою частную задачу интерпретации, не может отказать себе в своём угле зрения на исходные сообщения, всё же автор этот узнаёт себя в другом такого, каким себя не знал. И от того, какие бы неявные или явные мотивы и первоначальные структуры не руководили им в деле интерпретации, смысл интертекста, если речь идёт о художественном произведении, никогда не будет полностью совпадать с ними как чертёж или отвечать намерениям, как результат топографической съёмки. Та местность, или топос, который задаёт интертекст, находятся в непрестанном изменении, преображении, развитии, как плазматическая машина океана Солярис в романе Станислава Лема, как зона посещения в пикнике на обочине Аркадия и Бориса Стругацких, или как гиперкуб в доме, который построил Тил Роберта Хайнлайна. Подобная неизменная изменчивость смысловой игры воистину нетленна, поскольку обусловлена неустранимым различием в закодированности разных частей самого интертекста, как сложно организованного целого. Это различие – то, что делает интертекст пёстрым, из вроде бы эстетического недостатка в конце концов превращается в художественное достоинство и придаёт смысловую целостность всему семиотическому пространству. «Вдали иного бытия звёздоочистые убранства», – раскрывает перед собой кантовские критики Андрей Белый, и, вздрогнув, вспоминаю я об иллюзорности пространства под окном. Интертекст, по сути, весь организуется как текст в тексте, зеркало в зеркале, как такое сообщение, которое по Алотману есть специфическое риторическое построение. Текст в тексте – это специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста. Переключение из одной системы семиотического осознания текста в другую, на каком-то внутреннем структурном рубеже, составляет в этом случае основу генерирования смысла. Такое построение прежде всего обостряет момент игры в тексте. С позиции другого способа кодирования текст приобретает черты повышенной условности, подчёркивается его игровой характер иронический, пародийный, театрализованный смысл и так далее. Одновременно подчёркивается роль границ текста, как внешних, отделяющих его от «не» текста, так и внутренних, разделяющих участки различной кодированности. Актуальность границ подчёркивается именно их подвижностью, тем, что при смене установок на тот или иной код меняется и структура границ. Юрий Михайлович Лотман «Текст в тексте» С герменофтической точки зрения существование какого-либо объективного содержания художественного слова, если последние претендуют на автономию вне какой-либо интерпретации, сомнительно. Смысл существует только в понимании и из этого понимания как совокупности дискурсивных практик единственно и может быть извлечён. Без прочтения никакого другого смысла или объективного содержания текст не содержит и содержать не может. Бытие симфонии, утверждает Мираб Константинович Мамардашвили, как и бытие книги – это бытие смысла внутри существ, способных выполнить смысл, – как я понимаю философию. В культуре, а в русской культуре на протяжении последних ста лет особенно, система культурных кодов, что следует полным хранить, а что подлежит забвению, меняется постоянно. Парадоксально, но интертекст, будучи современным, создаёт новые тексты не только в настоящем срезе культуры, но и в её прошлом, вызволяя из забвения, как бы несуществующие. «Со временем», – отмечает тартусский литературовед, – «меняется не только состав текстов, меняются сами тексты». Под влиянием новых кодов, которые используются для дешифровки текстов, отложившихся в памяти культуры в давно прошедшие времена, происходит смещение значимых и незначимых элементов структуры текста. Фактически тексты, достигшие по сложности своей организации уровня искусства, вообще не могут быть пассивными хранилищами константной информации, поскольку являются не складами, а генераторами. Смыслы в памяти культуры не хранятся, а растут. Тексты, образующие общую память культурного коллектива, не только служат средством дешифровки текстов, циркулирующих в современно-синхронном срезе культуры, но и генерируют новые. Юрий Михайлович Лотман. «Память в культурологическом освещении» Излагая своё видение, автор интертекста вступает в ту же языковую игру, что и большинство авторов художественных текстов, задолго до какого-либо упоминания о постмодернизме. В этой игре искусство, если это искусство, а не подделка и не имитация, обращается к свободе читателя таким образом, что реализует свободу автора быть субъективным, то есть быть самим собой. И в этой модальности «быть самим собой» реализуется единственная объективность из возможных там, где общество и природа диктуют человеку законы необходимости. «Ты жить обязан по-иному», – завершает свой сонет Райнер Мария Рильке. «Ты должен изменить свою жизнь», – напоминает Владимир Вениаминович Бибихин. Процесс зеркального отражения ставит знак равенства Жан-Поль Сартер. Это постоянное размышление. Если писатель по происхождению и нравственным устоям связан с буржуазией, то он в семейном кругу напоминает Оронта и Кризаля. В нём нет ничего от блистательных и мятежных собратьев 1780-х и 1830-х годов. Он принят в обществе сильных мира сего и оплачивается ими. Немного деклассирован по отношению к верхам, но всё равно уверен, что гарант не заменяет происхождение. Он послушен доводом священников, почтителен королевской власти. Его удовлетворяет его место чуть повыше торговцев и чуть пониже университетских мудрецов, пониже дворян и повыше духовенства в огромном здании, опирающемся на церковь и монархию. Он делает своё дело с чистой совестью, убеждённый, что пришёл на этот свет слишком поздно и что ему суждено лишь повторить классику в приятной форме. Ожидающую его славу он видит как бледное подобие наследственных титулов. Он рассчитывает на вечность славы от того, что не подозревает о судьбе общества его читателей. Ему ещё не известно, что оно может быть низвержено в результате социальных потрясений. Неизменность королевского дома кажется ему гарантией известности. Однако, почти против его воли, зеркало, которое он скромно подаёт своим читателям – волшебное зеркало – оно завораживает и обличает. Даже если он приложил все усилия, чтобы получить листивый и пристрастный образ – больше субъективный, нежели объективный, больше внутренний, чем внешний – этот образ будет произведением искусства. А это значит, что он основывается на свободе автора и является обращением к свободе читателя. Он прекрасен, потому что зеркален, эстетическая отдалённость делает его недостижимым. От него не получишь удовлетворения, не найдёшь в нём тепло, тайную поблажку. Хотя он собрал в себе общие места эпохи тайного попустительства, которые объединяют современников теснейшими узами, всё равно этот образ поддерживается свободой и благодаря ей становится по-своему объективным. Элита видит в зеркале именно самое себя, но такой, какой она выглядела бы при крайне строгой оценке. Она не застывает в образе под взглядом другого. Ибо ни крестьянин, ни ремесленник ещё не стали для неё другим. Процесс зеркального отражения, свойственный искусству XVII века – это только внутренний процесс, но он предельно увеличивает усилия каждого человека, необходимые для того, чтобы ясно разглядеть себя изнутри. Это постоянные размышления. Жан-Поль Цартер Что такое литература Философия конца ХХ столетия в лице таких её представителей как Карл Отто Аппель, Жак Дорида, Поль Рикёр, Ричард Роурти и других исходит из факта, что вне текстовой реальности не существует. По существу это положение допустимо рассматривать как другую формулировку тезиса Карла Маркса о том, что мир безотносительно к человеку – это ничто. Жак Дорида отрицает самостоятельное, вне означающего текста существование смысла или означаемого. Исследуя путеводному понятию опасного «восполнения», пытается доказать, что так называемая реальная жизнь существ из плоти и крови, по ту сторону того, что можно было бы назвать сочинениями, в частности, сочинениями Жан-Жака Руссо, всегда была письмом и только письмом. Смотри, Жак Дорида о грамматологии. «Если жизнь не является изначально значащей, то понимание вообще невозможно», – полагает Поль Рикёр «Существование и герминевтика. То, что семиотические объекты для своей работы требуют интеллектуального собеседника и текста на входе, – пишет Юрий Михайлович Лотман, – не должно нас смущать. Ведь и абсолютно нормальный человеческий интеллект, если он от рождения полностью изолирован от поступления текстов извне и какого-либо диалога, остается нормальной, но не запущенной в работу машиной. Сам в собой он включиться не может» . Юрий Михайлович Лотман ссылается на работы Льва Семёновича Выгодского, подчёркивавшего, что для функционирования интеллекта требуется другой интеллект. Первоначально всякая высшая функция была разделена между двумя людьми, была взаимным психологическим процессом. Понимание возникает между субъектами и подразумевает наличие другого носителя смысла, каковым может быть интеллект, текст, язык. «Язык неотделим от выражаемого им содержания» . «Мысль – облако, из которого речь источается в каплях, использует метафору психолог. Мысль совершается в слове, а не выражается только в нём» . «Интеллект всегда собеседник» – делает вывод Юрий Лотман. «Горе одному, один не воин» – хрестоматийная памятка Владимира Маяковского, хотя и один на деле никак не одинок. Ещё хуже совсем без человека. «Тревога, а не мысль, растёт в безлюдной мгле», – констатирует Иннокентий Анинский. Наш опыт сознания осуществляется вместе с языком и включает не только теоретическое, но и эмпирическое отношение к действительности, вследствие чего семиотический подход причисляет к тексту объекты, на первый взгляд, совсем не семиотического рода. К понятию текста относят как дискурсивное единство слова и действия, так и всё, что имеет знаковую структуру, в том числе явления природы, мысли, чувства, человека и его жизнь. Это встречает ожесточённое неприятие противников презумпции семиотичности, которая предполагает, что возможность значимых структур дана в сознании и в семиотической интуиции коллектива, осуществляющего совместную деятельность. Смотрите работу Лотмана «Внутримыслящих миров». Жан-Пуль Сартер на житийском примере иллюстрирует, почему каждый человек должен относиться к себе так, будто взоры всего человечества обращены к нему и все сообразуют свои действия с его поступками. Для того, чтобы совершать поступки, служащие примером для других, т.е. служащие знаком, как поступать, совсем не обязательно быть Авраамом. И в рёве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, повествует Николай Степанович Гумилёв, я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя «Буди-буди» пятистопные ямбы. «Что у всех на душе, то у поэта на языке», – сопоставляет Владимир Бибихин из «Жизни русского слова». Действие, считает Поль Рикер, несёт в себе изначальное сходство с миром знака в той мере, какой оно формируется с помощью знаков, правил, норм, короче говоря, значений, герминевтика и метод социальных наук. Закон «это ты» – закон действия, формирующегося с помощью значений, которые читатель относит к себе и тем самым изменяет самого себя. Этот же закон применим и к автору интертекста, вступающему в диалог с исходным сообщением и путём его интерпретации понимающего и изменяющего себя. И в том и в другом случае сама интерпретация конституирует действие, а значит действие, являясь преимущественно деянием говорящего человека, нуждается в философии языка. Хотя критик, отошедший от слова и не знающий его смысл и лишь тягающий по мере сил текст за текстом, по большому счёту не нуждается ни в философии языка, ни в философии действия, ведь его занятие ограничивается кругом имитационных усилий. Таковы глухие к пониманию художественного слова рецензии Урбана о Северянине, Яблановского о Цветаевой, Прилепина и Шумихина о Марии Нгофе, биографические экзерсисы Катаевой об Ахматовой, Недошивина о Сологубе, Мурашкинцевой об Артюре Рымбо. Владимир Вениаминович Бибихин подчёркивает Философия языка, напоминающая о настоящем весе слова, нужна не чтобы вернуть ценность нашим речам – это невозможно, а чтобы не принять нашу собственную нищету за нищету слова. Наш язык задевает нас больше, чем мы думаем. Принять от него обиду, когда он нас разоблачает – большая удача. Говорить наивно и беспомощно – горькая, но достойная человека участь. И молчащий мыслитель – тоже мыслитель. По-настоящему плохо бывает, когда от страха показаться нелепым или замолчать человек изменяет слово, каким всегда так или иначе звучит его разумное существо, и становится изготовителем текста. Текст тратит вещью стихию на поделки, единственная цель которых – отгородиться от правды и оттянуть встречу с ней. Подделки виновны в почти нежилом состоянии теперешнего языка, как среды человеческого обитания. Физическая теснота – только проекция нашего мыслительного хозяйства. Наш мир никогда не бывает лучше нашей речи. Подделки не просто захлобляют среду. Подделывая события слова, они приучают во всём видеть лишь текст. Когда всё превратилось в текст, можно ли ещё вернуться к слову «событие»? Владимир Бибихин. Слово и события. От герменевтики текста «Философия языка» феноменологической герменевтики Поля Рикёра, шизоанализе Феликса Гваттери и Жиля де Лёза переходят к герменевтике социального действия, со своей собственной историей, предназначением и мотивом. При таком подходе интертекстом могут быть не только книги, произведения искусства, достижения науки и техники. В виде знаковых форм предстаёт любая действительность как сфера человеческой практики. Будучи вписана в естественно-исторический процесс, деятельность осмысленная может быть интеллигибельно прочтена, а значит, понимание действия имеет объективное значение. Или, говоря языком феноменологической герменевтики, в поле практики одновременно с зарождением семантической автономии текста по отношению к автору, действия отделяются от совершающих их субъекта, а тексты – от их авторов. Герменевтика и метод социальных наук. Это приводит к неизменной символической опосредованности совместного действия, когда текст – это не просто слова-слова-слова, а знаки и символы, опосредующие интеракцию, как со-бытие. Из пространства автокоммуникации интертекст таким образом уходит в основание, превращается в участок семиотической сферы, представляющей собой одновременно результат и условия существования и работы отдельных языков. Без этого пространства, без общего поля анонимных формул и автоматических цитат, для которых «отпала» «посредственность», мы живём, как известно, под собою ничуя страны. Вне этого пространства нет ни коммуникации, ни языка, нет в конечном счёте согласия и социального действия. Станет ли это действие по прочтении своему как текст более осмысленным, разумным, весомым, зависит от того, как и какие зеркала расставит интерпретатор, чей голос и какую интонацию захочет услышать.